Здравствуйте! Это прогноз для вас, уважаемый Овна, на октябрь 2017 года. Начало октября будет для вас обнадеживающим. Уже 2 октября вам может улыбнуться удача. Вы сможете продемонстрировать свою мощь и лидерский потенциал. При этом ваше обаяние и привлекательность не могут остаться незамеченными. На фоне надвигающегося полнолуния, которое произойдет 5 октября, это будет выглядеть весьма очевидным и даст свои плоды. Так что на раскачку у вас времени нет. И с наступлением октября наступает период интенсивной и масштабной работы на результат получается. С небольшими сложностями вы можете столкнуться ближе к середине месяца. И возможно, что в дни с 9 по 14 октября вам стоит сделать упор на детали, зафиксировать свое внимание на каком-то одном деле, не пытаясь решать несколько вопросов одновременно. В этом случае квадрат вашего управителя и планеты препятствий Сатурна может сыграть вам на руку, привести к реализации пусть одной, но ценной для вас идеи. А вот вторая часть месяца будет очень спокойной и, вероятно, вы будете работать больше в коллективе, чем в одиночку. Ну, безусловно, вы знак, который привык, чтобы работать как-то одному, ни с кем не делить свои полномочия, свое пространство. Но сейчас лучше работать в союзе. И так, в общем-то, вы продвинетесь значительно быстрее. Это, по крайней мере, лучше, чем вы будете буксовать в городном одиночестве. Возможно, инициатива перейдет в руки другого человека в это время, но это не должно вами восприниматься как какая-то реальная потеря. Дайте возможность себе отдохнуть, ведь ваши победы и, в общем-то, ваши руководящие позиции еще впереди. С точки зрения финансов, октябрь может быть неоднозначно. В первую часть октября выживете в упорном труде, большой ответственности, но и возможности создать заработок у вас все-таки больше. Вероятность, что в период с 1 по 7 октября финансы будут прибавляться велика, так что надо создавать возможности для их увеличения в эти дни. А вот вторая часть октября может принести затишье и не дать вам ожидаемого прироста, но и траты все-таки не предвещает. В любви будет и очень интересный период, он связан с началом нового цикла Венеры и вашего управителя планеты Марс в вашем символическом секторе служения. Получается, что в ближайшие два года в любовных отношениях вам больше придется отдавать, а где-то и подчиняться придется, но не без выгоды для самого себя, заметьте. В любом случае, встреча вашего управителя с Венерой дает вам возможность влюбиться или создать более стабильные отношения в этот период. Кстати, это соединение для многих из вас сулит еще и актуализацию заботы о себе, о своем здоровье, желание гармонизировать свое питание, свой режим дня, свой распорядок вообще рабочий и распорядок отдыха и работы. Занимайтесь этими вопросами в первых числах октября, но не вводите новые привычки в день полнолуния, то есть 5 октября и в день новолуния, 19 октября. Этот октябрь, на мой взгляд, может принести вам много интересных знакомств, много интересных идей. Он может дать вам возможность получить опыт сотрудничества. Ну, вполне возможно, кто-то из вас постоянно от него убегал, уходил, и это все прекрасно понятно, ваша естественная позиция. Быть в гордом одиночестве, быть первым, я бы сказала. Тут дело не в одиночестве, тут дело просто быть пионером в чем-то. Но сейчас это не поддержано просто небесами, с одной стороны, а с другой стороны, как раз-таки, ваш тот самый полюс другой, второй полюс, это полюс весов, который есть в любом овне, он всегда остается вроде как непроработанным. Ну, вот прекрасная возможность им заняться, работать в партнерстве, работать в договоренностях, работать, по сути дела, в равенстве каком-то. Этим и займитесь, потому что это именно приведет вас и к победам, и к результатам, и к заработкам. Я обращаюсь с вами, желаю вам крепкого здоровья и прекрасного настроения. До новых встреч!